В новом году в мире пройдет немало важных выборов, и британский журнал The Economist даже назвал 2024 годом крупнейших выборов в истории. Да, издание подчеркивает, что в наступившем году голосования пройдут в 64 государствах планеты. К нам присоединяется наш международный обозреватель Жанна Хусаенова, и прямо сейчас мы зададим вопрос. Жанна, все-таки за какими странами нам стоит следить в этом году? Где пройдут выборы? Доброе утро, коллеги. В марте в России, в ноябре в США, а в июне 27 стран-членов ЕС определяют, кто будет представлять их интересы в Европейском парламенте. А самые крупные парламентские выборы пройдут в Индии, где проживает почти полтора миллиарда человек. Подробнее расскажу в обзоре. Среди стран, в которых нам намечены президентские выборы, Россия, Индонезия, Мексика и США. Они входят в десятку наиболее населенных государств. Российские законодатели назначили дату голосования на 17 марта. 71-летний Владимир Путин уже сообщил о своем намерении баллотироваться в пятый раз. В случае победы президент России сможет оставаться в Кремле до 2030 года. А в соответствии с конституционными реформами он имеет право баллотироваться еще на два шестилетних срока после истечения срока нынешнего мандата. Я одобряю такой. Ты же бы здоровья хватило у человека. Много негативного на него валится и там, и там. И с одной стороны, и с другой. Но мне кажется, что так нужно для России. Понятия не имею, но я бы на его месте, наверное, отдохнул больше. Там здоровье потянул. 70 лет человеку. Мне сложно сказать, что я чего-то жду. Я ничего не жду. На самом деле я политика и стараюсь не интересоваться. В США президентские выборы пройдут одновременно с выборами в Конгресс 5 ноября. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом делает 2024 год взрывоопасным в мировой политике. Однако президентская кампания республиканца может закончиться, так и не начавшись. Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп не может баллотироваться в этом штате из-за его действий перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. А немного позже скандального политика отстранили от участия в выборах и в штате Мэн. Однако Трамп довольно популярен среди населения и все еще может победить, если будет участвовать. Но решения штатов Мэн и Колорадо создают мощный прецедент для аналогичных исков в других регионах. Все мы здесь сегодня не хотим, чтобы наша победа на выборах была украдена смелыми левыми демократами и фейковыми новостями. Несмотря на то, что они делают, мы никогда не сдадимся. Мы никогда не отступим. Вы же не уступаете, когда речь идет о краже. Я отдаю себе отчет в том, что ни один государственный секретарь никогда не лишал кандидатов в президенты доступа к участию в выборах. На основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже. В июне граждане 27 стран-членов ЕС будут решать, кто будет представлять их интересы в Европейском парламенте. Гигантские по числу участников выборы страдают от слабой явки и апатии избирателей. Жители считают, что евродепутаты слишком далеки от их повседневной жизни. На предыдущем голосовании в 2019 году общая явка составила чуть больше 50%, что на 8 пунктов больше, чем на голосовании 2014 года. Наша сила в Европейском Союзе. Когда ЕС выступает единым фронтом, он говорит от имени более чем 40 миллионов человек. В мире с населением 8 миллиардов человек – это настоящий актив. Вот почему так важно, чтобы Европа вышла единой и более сильной из европейских выборов в следующем году. Согласно прогнозам, свои позиции в Европарламенте упрочат национал-консерваторы, евроскептики и крайне правые. Выборы также решат, кто возглавит следующий состав Европейской комиссии. Ожидается, что нынешний председатель Урсула фон дер Ляйен выдвинет свою кандидатуру снова и произведет серьезные перестановки на высших должностях ЕС. Самые масштабные по числу избирателей выборы пройдут этой весной в Индии. Там будут выбирать членов Нижней Палаты парламента. В стране зарегистрировано около 900 миллионов избирателей. Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с правящей Индийской народной партией получит большинство мест. И премьер-министр Нарендра Моди сможет в третий раз возглавить правительство. Оппозиционные партии объединились в Альянс Индия. Инфляция стремительно растет. Безработица находится на рекордно высоком уровне. Молодежь отчаянно пытается спастись. Страна находится на грани анархии. В это время премьер-министр Моди занят принятием в парламенте бессмысленных законов. Население государств, где намечены выборы, в предстоящем году составляет около 4 миллиардов человек. Это половина населения Земли. Однако, по экспертным оценкам, явка избирателей составит около 2 миллиардов человек. Больше, чем в любой другой год в истории. Порядка 30 стран уже подтвердили организацию выборов и определили дни голосования. В остальных даты уточняются. Известно, что не менее чем в 12 странах выборы главы государства и парламента пройдут в один день. А я отмечу, коллеги, парламентские выборы также пройдут в 15 странах Азии, 11 государствах Европы и 10 африканских государствах. Интересный год намечается на политической арене. Правда, коллеги? Действительно. Правда. Поедем в качестве наблюдателей, а? Арстан, кто же нас отпустит? Мы будем вещать здесь, отсюда, все, для наших. Спасибо. С нами этим утром с рубрикой «Контур мира» была Жанна Хусейнова. Хорошего дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok